Друзья, всех рад приветствовать на канале Realtek. В этом видео подготовил для вас обзор интересных тем для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Если поддерживать эту рубрику, не забудьте поддержать видео лайком, ну а мы начинаем. Все эти темы доступны в стандартном приложении темы и найти их можно как обычно по названию через поиск. На каждом названии темы я буду останавливаться и называть, а также название я продублирую в описании под видео. Первая тема называется Feature Tag. Из примечательного у этой темы такой интересный стилизированный виджет. Здесь отображается день недели, дата, цифровое время, аналоговое время и плюс возле аналогового времени выше циферблата идет по контуру такая интересная анимация. Иконки перерисованы, переработаны, док бар изменен. Все иконки выполнены в едином стиле и выглядят весьма интересно. Обои на рабочем столе выполнены в таком темном стиле. Перейдя в настройки, здесь у нас такой фон рабочего стола на фоне настроек и иконки здесь тоже полностью все изменены. Стиль здесь переработан. Заходим о телефоне и здесь тоже идет полнейшая переработка. Давайте посмотрим на шторку. Шторка полностью изменена, тоглы выполнены в таком стиле как иконки были и в ниже тоглы идут такие более круглые и плюс смотрите при разворачивании идет такая дополнительная анимация. Регулировка яркости здесь все хорошо, темный режим включаем и поддержка темного режима у этой темы есть. Давайте посмотрим в настройках что у нас. В настройках ну в принципе все без изменений, но темный режим поддерживает тема, шторка не слетает. Переходим на экран блокировки и здесь друзья на экране блокировки очень много интересного. Во-первых уровень заряда батареи плюс здесь такая анимация, внизу у нас такая стрелка вверх, здесь анимация, здесь шестеренки вращаются, вверху у нас виджет времени, количество пройденных шагов и вот такой вот технологичный стиль на экране блокировки. Тема выполнена в новогодней тематике называется new year v2 пробел m пробел 12. Итак друзья на рабочем столе анимированные высококачественные обои, здесь у нас идут такие снежинки падают, на фоне отображается елка, плюс если мы будем нажимать в любую область дисплея у нас здесь идут такие дополнительные снежинки и выполнены в таком круглом едином стиле, полнейшая переработка здесь идет. Виджет времени такой вот заснеженный идет, отображается время день недели дата слева плюс снеговик, статус бар переработан, док бар изменен, звонилка, сообщение, браузер, камера смартфона в виде новогодних шаров. Переходим в настройки, в настройках у нас все значки идут в виде шариков новогодних и вот таким вот образом это друзья интересным отображается. Заходим о телефоне, здесь тоже идет полнейшая переработка. Перейдя в папку здесь идет тоже следующее отображение иконок, иконки все переработаны, изменены. Перейдя в меню многозадачности здесь все идет по стандарту. Шторка у нас в стилистике нового года, с новым годом тоглы идут полностью переработанные, смотрится очень здорово. Внизу мелкие тоглы отображаются как такой вот шар и в нем идет снег. Включаем темный режим и у этой темы как мы видим есть поддержка и темного режима. Но мы же переходим на экран блокировки. Здесь у нас такие более крупные идут снежинки анимированные. Вверху виджет времени, дата, день недели. При двойном клике мы можем открыть музыкальный плеер на экране блокировки. Воспроизводить музыку, перемотка влево-вправо, регулировка громкости. Плюс во время зарядки дополнительная анимация. Еще одна тема выполненная в новогодней тематике называется Merry Christmas. Так друзья, здесь что у нас примечательного? Очень интересные иконки, изменены, переработанные. Они идут в таком как нарисованном стиле. Переходим в папку, тоже идет интересное отображение. На рабочем столе, как мы видим, у нас такие вот идут обои следующего вида. Идем, друзья, далее. Dog Bar переработан, статус бар стандартный. Перехожу в настройки. Так, у меня включен темный режим и здесь все без изменений. Давайте посмотрим на шторку. Шторка тоже идет стандартная. Включаем обычный стандартный режим. Шторка стандартная. И перейдя в настройки, здесь, как мы видим, у нас настройки переработаны. То есть в обычном светлом режиме тема раскрывается на 100%. Здесь у нас отображение следующих обоев. Плюс изменены полностью значки. Перейдя в телефоне, тоже полнейшая переработка здесь нас встречает. Перейдя в меню многозадачности, здесь идет все по стандарту. И переходим на экран блокировки. Здесь у нас отображается обои. Стандартный виджет времени, день недели. Свайп вправо, карусель обоев. Свайп влево, быстрый доступ к камере смартфона. Следующая тема идет оптимизирована под MIUI 12.5, но в MIUI 12 тоже будет работать. И называется она Second Half версия 12.5. Так, что у нас здесь? На рабочем столе отображается крупный виджет с подробным календарем. Текущий день недели обведен в кружок. Здесь у нас погода, скорость ветра даже отображается и плюс вверху отображается время. Иконки и докбар переработаны, выполнены в едином стиле в таком объеме. На рабочем столе идут следующие обои в такой выполненной темной стилистике. Далее переходим в настройки. Здесь у нас все идет без переработки и без изменений. Перейдя в меню многозадачности, здесь идет тоже все по стандарту. Регулировка громкости идет тоже стандартная. Далее, что у нас здесь идет по шторке? Шторка идет переработанная, немного изменена и поддержка темного режима у этой темы есть. Ну и давайте посмотрим на экран блокировки. А на экране блокировки у нас отображается очень крупное аналоговое время, ниже идет цифровое и плюс день недели дата. Ну, соответственно, эта тема примечательна вот таким вот крупным виджетом времени. Следующая тема называется Tuesday и в скобочках квадратных ОК. У этой темы интересный виджет на рабочем столе. Отображается аналоговое время, заряд батареи, шкала, уровень, цифровое время, год, день недели, дата, в цифровом варианте дата, погода и двойным кликом можно изменять стиль. Можно включать 4 циферблата и вот здесь двойным кликом можете подобрать тот виджет, который вам понравится больше. Вот такой вот, например, интересный виджет. Здесь уровень заряда батареи, день недели, дата, пройденные шаги и так далее. То есть можно подобрать виджет, который вам понравится больше. Статус бар немножко переработан док бар изменен перейдя в настройки иконки здесь переработанные выполнены в минимализме в меню многозадачности все по стандарту шторка шторка здесь изменена перерисована поддержка темного режима давайте проверим поддерживать темный режим эта тема тоже регулировка громкости стандартная и экран блокировки на экране блокировки у нас здесь такой информативный виджет здесь соображается и уровень заряда батареи и пройденные шаги быстрый доступ фонарика камера смартфона погода музыкальный плеер виджет такой и время день недели дата и свайпом влево плюс еще дополнительное меню с виджетами и быстрым доступом к приложениям telegram сообщения галерея звонилка включение включения вай фай интернет установленные бутильники погода и время на этом друзья у меня все надеюсь обзор этих тем вам был полезен какие-то темы вам понравились напишите в комментариях какими интересными новыми темами пользуетесь вы всем пока и до встречи в новых видео